Вы ведете видеозапись. Вы даже не говорили мне об этом, да? Потому что, согласно статье 8 законного полиции, ваше... Соответственно, с Конституцией, как минимум, да, вы хотя бы... Ваша деятельность гласна? Гласна, все верно. Я вам запрещаю меня снимать. 8 статья законного полиции гласит о том, что ваша деятельность гласна. Более того, я не обязан информировать вас, а вы нас обязаны. Ну, соответственно, с Конституцией хотя бы, как минимум... На вас сейчас Конституция не распространяется. Распространяется. Нет, заблуждаетесь. Снимать вы меня можете, но свое согласие на обнародование данной видеосописи я не даю. Обратитесь в суд. Все, не вопрос. Гражданство по порядку. Да, да, вы все зафиксируете. Вы понимаете, что вы говорите? Я очень прекрасно понимаю. На вас ряд наложений законов федеральных не распространяется. Да, у меня есть личное образование. Такую глупость, говорите. Потом посмотрите. Да не вопрос. Лейтенант полиции Садков Алексей Александрович. Служебно удостоверяем. Почему двери отрываем, инспектор? Кто право дал? Ну что никак. Мы по закону служим или по желанию, по своему личному. Лейтенант полиции Садков Алексей Александрович. До 27. Да. Что-то чувствуете нормально? Отлично. Все хорошо. Причина основания к остановке. Разгираем закон о полиции. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что хотите? Значит, осуществление надзора в области безопасности дорожного движения. Сообщите, пожалуйста. Значит, водительское удостоверение. У кого? Свидетельство о регистрации на транспортное средство. Вы к кому обращаетесь? Ко мне? Непосредственно к водителю. Вы видели, что он управлял данным транспортным средством? Давайте так. Во-первых, он вышел со стороны водительского. Да, со стороны водительского сидения. Это раз. Да? Соответственно, управлял же кто-то данным транспортным средством. Он и сам не ехал. Здесь не два человека. А сколько здесь человек? Надо выяснить этот вопрос. Вы для какой цели открыли дверь автомобиля данного? Для того, чтобы убедиться в том, что никаких противоправных действий не происходит в тонированном транспортном средстве. То есть, если автомобиль тонирован, то есть основания полагать, что... Визуально выявлено правонарушение в области безопасности дорожного движения. Я понял. Значит, есть основания полагать, что в автомобиле могут находиться лица, которые нарушают законодательство? Это невозможно, потому что требование об остановке было выполнено, да? По средствам жезла. Автомобиль уезжает на достаточно большое расстояние. Автомобиль тонированный. И что-то там происходит в этом автомобиле. Пересадка и так далее. Водители и пассажиры. Вот, вот. Надо выяснить. Вот, вот и будем выяснять. Вот и все. Давай теперь по порядку. Давайте. Вам необходимы документы для какой цели? Для составляния административного материала? Необходимы документы? Да. Для того, чтобы выяснить, во-первых, правомерно ли управляется данное транспортное средство водителем или пассажиром, или кто вообще. То есть людьми, которые находились в данном транспортном средстве. Это раз. Второй момент. Визуальное выявленное правонарушение в области безопасности дорожного движения. Это два. Как минимум. Так с этого и надо начинать. Да. Что вы выявили признаки административного правонарушения. По части 3, прим. 11, статье 12.5. Да, вы все знаете. Да. А не потому, что вы решили просто проверить. Просто нельзя взять и проверить. Почему? Объясняю. Напомните имя, отчество свое. Алексей Александрович. Алексей Александрович. Денис Геннадьевич. Да, я в курсе. Да. Я вам сообщаю. Сообщаю. Да, да, да. Для проверки документов должны быть основания. Все верно. Основания федерального закона полиции. Согласно. 664 приказ. Он гласный. Для нас, да. Регламент должностной. Да, он гласный. Я имею право тоже руководствоваться. Я вам поясняю. Там же как и для водителей, и для инспекторов. Согласен. Я сейчас вам сообщу. Это займет несколько минут. Согласно 31 пункта, 664 приказа, административная процедура является, проверка документов является административной процедурой. Правильно? Все верно. Согласно 36 пункта данного приказа, административная процедура возможна после наступления юридических фактов. Юридические факты отражены в 106 пункте. Вы выявили признаки административного правонарушения. Водитель нарушает законодательство в розыске в автомобиле. Необходимо задействовать его, водителя, в качестве понятолого. Понятолого, все верно. Действительно, выявили признаки административного правонарушения по части 3 прим. 112.5. Вы с этого начинаете. В этой части с вами соглашусь. Если просто проверить нельзя. И более того, действия гражданина не повлекли общественной опасностью. В соответствии с 711 указом президента от 15.06.198 года, в котором четко прописана 12 глава, 11 пункт, что сотрудники ГИБДД вправе останавливать транспортные средства и проверять документы. Но я думаю, этот указ еще никто не отменял. Я неправильно понимаю. О дополнительных мерах, данный указ называется, о дополнительных мерах в области безопасности дорожного движения. Руководствуясь данным указом, я также могу остановить и проверить. Руководствуясь с федеральным законом о полиции, в соответствии с статьей 13 пунктом 20, я могу остановить и проверить. Заблуждаетесь. Просто проверить нельзя. Послушайте, ну давайте, Верховный суд уже разъяснил данную... Нет, Верховный суд это не истина в последней инстанции. Ну не истина, но если... Я вам сообщаю, что в Российской Федерации непрецедентное право. Каждая дела индивидуально. Вот я, например, тоже доказал уже не один раз через суд, что проверка документов это незаконно. Если вы доказали, это другой вопрос. Я руководствуюсь нормативно-правовой базой, которая, соответственно, имеется у нас в общем доступе и так далее, непосредственно нашим должностным регламентом. И я считаю, что для проверки документов, те нормативно-правовые документы, которые я вам озвучил, они достаточны для того, чтобы я выполнял, соответственно, да, осуществлял надзор в области безопасности дорожного движения, останавливал и проверял в соответствии с пунктом 2.1.1 правил дорожного движения. Вот моя точка зрения. Если вы считаете, что это как-то иначе происходит, то это ваше мнение. Да, я сообщаю вам, что правила дорожного движения являются поднормативно-правовым актом. А. Права гражданина могут быть ограничены только федеральным законом, а не указом президента. Более того, исходя из 6 статьи закона о полиции, действия ваши и права гражданина могут быть ограничены только на основании федерального закона, но не указа президента. Правила дорожного движения, постановление пленума, верховных судов и так далее. Вот. Мы хотим просто разобраться. Если вы сообщаете нам не необходимые документы для составления административного материала, пожалуйста, вопросов нет. Это как раз подпадает под 106 пункт, 164 приказы. Просто проверить их нельзя. Вы помните правильно. Послушайте, ну, я вот свою точку зрения высказал. Так. Я свою точку зрения высказал. Мы сейчас к чему движемся-то я не понимаю. Мы движемся к тому, что мы едем по своим делам, вы по своим. Вы служите. Нет, вы предоставьте документы, пожалуйста. А для чего? Для какой цели-то? Я же спрашиваю вас. Я уже вам обозначил. Так. Для того, чтобы просто их проверить? Нет, не только для этого. Сейчас мы будем, соответственно, замерять в соответствии с ГОСТом. Так с этого и надо начинать. Да, проходит ли светопропускание, значит, стекол. Вот. Ну и дальше уже будем разбираться, кто управлял, кто не управлял. Так с этого и надо начинать. Будем опрашивать пассажиров, водителей и так далее. А будьте добры, тогда прибор принесите. Всех участников. Да. Несите прибор. Прибор у нас есть? Прибор с подвезут. А, подвезут прибор. Ну вот прибор, будем разбираться. Тогда ждем прибор. Управлял транспортным средством видеорегистраторы. Включаем в соответствии с 38 пунктом, что 64 приказа МВД ведется видеозапись на регистратор, вас об этом уведомляет. А вы ведете видеозапись. Вы даже не говорили мне об этом. Потому что согласно статье 8 законного полиции, в соответствии с Конституцией, как минимум, да, вы хотя бы... Ваши деятельность гласна? Вы гласны, все верно. Я вам запрещаю, я вам запрещаю меня снимать. Восьмая статья законного полиции гласит о том, что ваша деятельность гласна. Более того, я не обязан информировать вас, а вы нас обязаны. Ну, соответственно, с Конституцией хотя бы, как минимум. На вас сейчас Конституция не распространяется. Распространяется. Нет, заблуждаетесь. Снимать вы меня можете, но свое согласие на обнародование данной видеозаписи я не даю. Обратитесь в суд. Все, не вопрос. Гражданство по порядку. Да, да, вы все зафиксируете. Я очень прекрасно понимаю. На вас ряд наложений законов федеральных не распространяется. Да, у меня есть личное образование. Такую глупость, говорите. Вы потом посмотрите. Да не вопрос. Да не вопрос. Что управляет тем транспортным средством? Не надо сейчас на меня вот эту конфликтную ситуацию устраивать. Кто управляет тем транспортным средством? Вам же только что сообщили. Кто водитель? Давайте вы не будете. Эти вопросы вообще не по существу. По существу данная автомобиль стоит с нарушением. Давайте устранить. Все, хорошо. Подавайте заявку. Вы водитель? Подавайте заявку. Вы сейчас будете принимать. Не надо просто так агрессировать. Почему? Я так разговариваю. Человек, он с его свойством так отвечает. Вы агрессируете. Не надо говорить обождающейся, когда ее нет. Вы агрессируете. Я такой человек. Со своим темпераментом. А вы не врач. Не надо тогда мне... И не надо здесь уночить стоять. Вы водитель на то транспортное средство или нет? Кто водитель? Вопрос не по существу на данный момент. Сейчас вызываем ответственного? Ответственного вызывайте. Вызывайте ответственного. Вызывайте ответственного. Если вы, соответственно, какую-то конфликтную ситуацию накаляете. Вы сами конфликтоваете. Я нет. Я никак не могу. Что вы сейчас хотите? Вы видите, трезвые граждане. Все нормально. Я уже все объяснил. Вы едут по своим делам. Вы что хотите дальше? Документы предоставьте, пожалуйста. Для какой цели? Кто водитель транспортного средства? Вы водитель транспортного средства. Вы пассажир транспортного средства. Нет, он водитель. Я уже объяснил. 51-я сетя Конституции Российской Федерации. Все хорошо, не вопрос. Бланк объяснения будем сейчас фиксировать. Для какой цели? У пассажира необходимо брать объяснение. Пассажир сейчас будет в качестве защитника. А бланк объяснений вам надо взять будет и дать объяснение подробнее. По данным обстоятельствам. Вы так переживаете? Вы себя чувствуете нормально? Вообще супер чувствую. Очень хорошо. Для чего вы мне эти вопросы задаете? Чтобы как-то вывести меня из себя? Как так можно сотрудников вывести себя? Для чего вы тогда? Вы не вопросы по существу задавайте. Я почему задаю вопросы? Вы очень напряжены. Я абсолютно расслаблен. Вы говорите те слова, смысл которых не понимаете. Говорите те законы. Вот поэтому возникает вопрос. То есть я трактую как-то непонятно, да? Вот возникло вопрос. У меня другая точка зрения. Если вы считаете, что я какие-то неправомерные требования... Да причем тут правомерные? Тут говорят о вашем состоянии физиологическом. У меня хорошее состояние на данный момент. Меня бы не допустили бы в выполнении служебных обязанностей, если бы у меня было какое-то плохое самочувствие или какое-то плохое состояние, как вы утверждаете, якобы, с вашей точки зрения. А кто вас проверяет? Да это уже не по существу вопросы. Не по существу. Не по существу. Сейчас на данный момент вас остановили, правильно? В соответствии с правилами дорожного движения. Что обязан сделать водитель транспортного средства? При обращении к нему инспектора, сотрудника полиции. Что? Что? Ну вы же юрист, вы же юрист, правильно? Ну и я знаю. Так вот предоставьте документы, пожалуйста. Действие сотрудника правоохранительных формирования должны быть законными. Они законны. Сейчас на данный момент все законное требование. На норму права сошлитесь. Я уже сообщил нормативно-правовую базу, на которую мы основываемся и ссылаемся. Так. В соответствии с этой нормативно-правовой базой от вас требуют предоставить, передать документы. Какие? Водительское удостоверение, документы на транспортное средство и страховой полис ОСАГО, как прописано в правилах дорожного движения. Так вот с этого и надо начинать. А для какой цели вам документы? Это уже как... Это третий или четвертый цикл начинается одних и тех же вопросов. Это третий или четвертый цикл начинается уже. Для какой цели? Третий или четвертый цикл. Я уже объяснил. Для составления административного движения. Визуально выявлено сейчас визуально. Прибор. В соответствии с этим, пожалуйста, передайте. На данный момент выявленное правонарушение. Визуально. Визуально. Сейчас подвезут прибор. Сейчас передаем... Подвезут документы. Вы будете передавать документы, товарищ водитель, конкретно вы будете передавать документы водительского удостоверения, свидетельствия о регистрации, страховой полис, в соответствии с пунктом требований 2.1.1 право дорожного движения. Вы будете передавать документы? Сейчас, на данный момент? Да. Пожалуйста, предоставьте их. Они у вас при себе имеются? При себе у вас имеются? Документы на транспортное средство «Форд Фокус», госномер Елена 331, Миша Семен, 198 регион. Да, передаю. Да, ничего. Сейчас передайте, пожалуйста, мне документы. Я передаю материалы составляют. У вас с собой сейчас имеются документы? Да, да, я же сказал. Хорошо, передайте мне, пожалуйста, документы. Вы ходите просто посмотрите. И гражданин будет заложником. Давайте. Мы будем ждать прибор. Да. Подождите. В этой ситуации. А, значит, заложником он не будет? Это раз. Значит, заложником. Во-первых. Сейчас ваше... А сколько мы будем ждать? Во-первых. Сейчас вы сами понимаете, сами себя задаете. Я в курсе, я в курсе. Я в курсе. Откуда вы в курсе? Ну, вы же публикуете свои видеозаписи. Ну, деятельность, вообще-то, полиция согласна. Да, да, да. Вы должны знать, что документы все в порядке у нас. А, нет, сейчас, на данный момент, я не знаю, порядки у них порядка. На основании нотариальной доверенности вам передам документы данного гражданина. Я передам. У него есть право такое. И будем заниматься. Вы представляете его юридические интересы? Да, я забыла вам сказать. Доверенность, пожалуйста. Это мой юридический, который будет представлять его интересы. Доверенность, не всегда, пожалуйста. Мы пройдем в служебный автомобиль, да? Да, да. Да мы здесь сейчас не живем с ним. Давайте по порядку, служебное удостоверение. А мы их передаем. А, давайте, доставим. Да. Ну, что, исправьте, включите пока маячки-то, ну. Мои рука. Хорошо, да. Да, не просто. Мне как пишут, прекрасно. Мои рука. Мои рука. Что будет-то? Ничего, что не будет? Не пачкать, что же? Не пачкать? А, вот резко идти просто. Да, да. Это вообще судеб. А копия есть у вас? Копия? Да, короче. Вообще нет копий. Материал надо. Я у вас спросил, есть копия? Она на какой-то цели же? Просто тогда нельзя получить копию. Она должна быть в рамках чего-то. Но если конкретная будет цель, я объясню. А, ну так когда будет цель, тогда я и передам вопрос. Либо вы сделаете странишот. Вы же... Да. Криншот на дозорственности. Когда дойдем к процедурам. Хотя, уже сейчас передача документов будет являться административной процедурой. Которой мы ничего не знаем. Документы можно, пожалуйста? Вы личность меня остановили? То есть у вас нет оснований? Вашу, вашу, да. Да, вашу, да. Вы предоставили паспорт уверенного гражданина. Я представлю интересы данного гражданина. Сейчас, на основании данного документа, я передам вам свидетельство на транспортное следство, водительское удостоверение. То есть я его интересы представляю. Понимаете, да? Может быть и представитель. Сейчас я представитель. Пока дела нет. А потом, вы за него будете передавать документы. Часто у них все хорошо. Закон такой. Вы очень напряжены. У вас неприязнь. В автомобиле кроете дверь. Кто напряжены? Вот это вот что такое? Бед-то зачем открывать? Да какую цель? Я уже объяснил свою цель. Вы у меня уже переспрашиваете, какой? Третий или четвертый раз. Начинка с повреждением. А что может быть не так? Каким образом не могу? Может быть зубами прогрыжать? Ну это вот при себе оставляйте. Вы спросили. Вы сказали. Да, да. А и подойдем к автомобилю. А вон в электронном виде. Посмотрите. В электронном виде по базе РСА можете проверить. Вы у меня перспективы. По базе РСА должны быть проверять. По базе РСА посмотрим, у вас... Да, обязанности... ... у вас имеется он распечатанный... В электронном виде. То есть,あります то распечатанный или как? Аooream. Распечатанный?! Ой, на столе в зуб�афт. Вы можете посмотреть? Он или электронный или в ратте ryth. Я просто не помню. Не помню. Вы мне говорите. Что он может быть в электронном виде о exterior зат age. И я понимаю почему с арендой проводит. По базе можно посмотреть. Можно посмотреть проверить. А я bacon на спорт виде. В телефоне вы тоже не можете его предоставить и распечатанным на электронном носителе у вас тоже его нет. Я правильно понимаю? Да, да, да. Мы тут вообще отдал пошли. Дамы и господа, о чем я и говорю. Передал документы и вы заложники ситуации. Продолжение следует.